Пекинский форум по правам человека – это глобальный правозащитный форум, который проводится по инициативе Китайского общества исследований в области прав человека с 2008 года. Мероприятие объединяет политиков, высокопоставленных чиновников, известных экспертов по правам человека из многих стран, регионов и международных организаций. Пекинский форум 2022 года посвящен теме «Совместная работа по достижению более справедливого, равноправного, разумного и инклюзивного глобального управления правами человека». В своем выступлении Юрий Амбразевич отметил, что концепция прав человека в международных отношениях стала в последние годы одним из серьезных поводов для разногласий. По его мнению, в настоящее время в мире отсутствует возможность создания международного арбитра, который будет определять, насколько та или иная страна соответствует международным документам в сфере прав человека. Государственное регулирование индивидуальных и общественных интересов, если необходимо и под принуждением, ежедневно осуществляется во всех странах без исключения. При этом все страны различаются по содержанию доминирующих понятий об общественном благе, о социальной справедливости, о равновесии индивидуальных и общественных интересов, а также в понимании приемлемого силового уровня со стороны власти. Попытка универсализировать концепцию прав человека через создание международных договоров фактически провалилась. Достаточно вспомнить, что одни из наиболее яростных защитников универсализма США, например, являются участниками только трех из девяти ООНовских конвенций по правам человека. Поэтому вывод — отсутствие возможности нахождения универсального консенсуса о некоемом идеальном или приемлемом международном стандарте выполнения концепции прав человека. Отстаивая полную обоснованность в нашем анализе классического вопроса «О суде кто?», в качестве третьего вывода необходимо прямо заявить об отсутствии возможности создания универсального международного арбитра для определения уровня соответствия того или иного государства международным документам в сфере прав человека. Эти выводы доказывают, что претензии так называемых либеральных демократий, а также проплаченных ими международных структур на монополию оценок в отношении действий конкретных государств в сфере прав человека не обоснованы, а их оценки субъективны. Не выдерживает критики и тезис о невозможности социально-экономического успеха стран, которая подвергается субъективной и политизированной критике либеральных демократий в сфере прав человека. Здесь будет достаточно вспомнить впечатляющий успех Китая по полному искоренению в стране крайней бедности в течение последних восьми лет. В заключение выскажу уверенность, что концепция прав человека, применяемая в конкретной стране с учетом ее особенностей, может и должна служить ее устойчивому развитию. В завершении белорусский дипломат призвал работать над деинструментализацией международных отношений по теме прав человека. Замглавы МИД Беларуси предложил постепенно переводить международное сотрудничество в данной сфере в формат добровольных обзоров по примеру Совета ООН по правам человека, который выпускает универсальный периодический обзор. Антон Васюкевич, Пекин, Китай. Антон Васюкевич, Пекин, Китай.